Да, я думаю, что Аня права. Нам что-то пытаться в палец. Антивирус. Это, по-моему, не было. А, было, конечно. Там две зверушки, наполовину еврейская, наполовину нееврейская. Что нет? Что нет? Было. Можно ли ее забивать в емте? Да. Да. Это было тоже. Угу. 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 Да. Давайте я сейчас почитаю, потому что если я не буду читать, я засну. Я 7 часов в 6, а, ну, то есть, остался речь 3, а осталось 6. У меня сын в армии. Там надо было опять что-то как бы гадать. Угу. Угу. Вот. Я там наблюдал. Да ему еще хуже пришлось. Поэтому, когда я смотрел на него, мне спать не хотелось. Потому что ему хотелось спать гораздо больше. Он всю ночь убежал. Ну, вот. Масса-контент? Ага. Вторая уже. Он же для второй терамин делает. А почему? Потому что он перешел в Саера. Вау. Сделал терамин, потом поднялся до этого. Спецстанция. Там делал, значит, 10-10. А сейчас убежал опять, знаете, к Масса-контентенту. Ммм. Вот во вторую еще у нас. Ну, это как Ленин, знаете. Знаете, знаменитая история. Как одна кипка на голове, а другая в руке. Вот. Как у него пилотка. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вот. Вот. Это и потому что, если я сейчас не буду говорить, то я засну. Хе-хе-хе. Так что, давайте слушайте внимательно. А, мы вообще... А, мы в записи, да, выйдем. Хе-хе-хе-хе. Обауми неймера вуна. Ханы бнэйбага. Дыра мала-юкимха бнэйхейла. Маура футабе йомтут. Значит там ситуация такая. Спросили Рава вуны. Ситуация такая. Бнэйбага это некая деревня. Её жители. На них наложили тип налога. про корм солдат. Это вот, который в Нейхейнах. Они должны давать муку этим солдатам. Можно ли вопрос, можно ли из этих эту муку для солдат печь в емкости? Солдаты какие? Ну, естественно. Ой, естественно, какие наши. Были бы наши вопросы, бы не было. Царь приказывает, надо каждый день, каждый день печь сырый хлеб. Вот у нас емкости. Можно ли, значит, емкости печь им хлеб? Амали хазэна. И яввэли ристали анука, вэлокапдэй. Коль хадавэ хадахазгилен, янука, и башавэй. Вэйла васу. Надо посмотреть. Хазэну, да. Если они дают, или мы даем, неважно, если ники кусок этого хлеба можно дать ребенку, и эти солдаты спустят, локапный, не буду возражать, то тогда получается, что каждый из этих хлебов можно считать приготовленным для какого-нибудь еврейского ребенка. И нормально. Если солдат ребенка не обидит, то нормально. Если обидит, то плохо. Я даже не поняла. Я пусть не поняла. Еще раз, все просто. Значит, ты выкатываешь ему там 50 хлебов. Да. Сделаем эксперимент, следственный эксперимент. Не въем, то за день до. Да. Это самое, емкуль, да? У нас 50 солдат. Ну, или там, я не знаю, сколько у нас солдат. Мы им выкатываем, значит, сколько-то огромное количество хлеба. Да. С запасом. Теперь, если солдаты жадные, и все эти хлеба считают своими, и если подойдет ребенок попросить, они не дадут, то тогда нельзя готовить емку. А если они не дадут ребенку и не будут возражать на это, тогда можно считать, что каждый из этих караваев, которые мы напекли, теоретически мог бы быть тем караваем, который попросит ребенка. И тогда можно их печь. Еврейский ребенок, повторяю. Да, понятно. А если солдат ребенка обидит? Если солдат ребенка обидит, значит, нельзя. В общем, отношение с царем? Короче, аллаха у нас такая. Нельзя делать емкуль. Формим и чертым хлебом. Знаю. Вот. Говорим, у нас религия такая. Взрослый, в речи и взрослый. Да понятно же, взрослый, ну, кто же даст. Тот солдат ребенка, может, не обидит, но взрослому он точно пошел. Поэтому тест на ребенка. Вот, когда такой мальчик, такой симпатичный мальчик, или девочка даже, еще выше, или, дяденька, мне кушать очень хочется. Не дашь хлебушку? Если он даст, значит, весь этот хлеб, считай детский. У меня, у меня, у меня вопрос, у меня, это про мель, где, то есть, сколько, не знаю, какую часть, то есть, еврейские хлебок, чтобы мель считался исключенным для евреев? Любую, казать. Почему? Потому что казать, минимальное количество съеденного, меньше казать, то ты считаешь, что ты ничего еще не ел. А вот больше казать, то уже, уже, считай, ел. Мы еще в разной ситуации в разное, это не ели, что-то не ели. В разное, но в ситуации съедания обычно, обычно, шуру, обычно что казать? Я просто автоматически тебе говорю, я не знаю, на самом деле, какой, какой настоящий ответ, но, вот, если бы меня спросили, я бы сказал так, казать. А где ты, где-то там, думал, что нет, это не такой интересный вопрос, что это называется. Вопрос интересный, действительно, как просто, как именно проверить этот, обидится этот ребенок, ну, если, чей этот хлеб, не обидится, то есть, в смысле, что мы проверяем, это обидится. Они сами придут к ел. тоу, и уже не смогли проверить. До этого. Ну, что это сказать? Не знаю, спросить командира, ты ребенка вот обидишь, если командир скажет, я вижу, то, значит, это... или тогда туда специально засылаются дети, чтобы, по крайней мере, они... еще раз, это... это не смеется, прием, как сейчас, поиск, или, да. Они сейчас сидят бетамидраши, у них нет никаких... Они должны дальше тоже замыслить? Ну, может... Ну, они, как бы, когда им перед этим станет практический вопрос, то они, да, они сомневаются, вот, не могут сомневаться. Вот, но сейчас мы сидим бетамидраши, рассуждаем, никакой, никакой солдат. И деревни тоже никакой нет. Мы сидим в городе, в Сулиях, при этом, мы не сидим в Махоузе. И рассуждаем, а вот если у нас, значит, вдруг нам постой в нашу деревню не присутствуют солдаты, что тогда? Ну, давай посмотрим, ну, вот этот проект. Ну, ваше разу, ва-таньян. Масэр бешимоно-тейману, шелоба емеш лбетамидраши, бешахарит, мацао, раби Юда бен Бааа. Амарго? Митны манго ба-тэмеш лбетамидраши, да, и так. А вот такая есть Брайтон. История с ним, модерационный, по имени Шимон Атейман, Южник, Шимон Южник, который нам в предыдущий вечер не пришел в бетамидраш, а наутро его обнаружил раби Юда бен Бааа. Это все, видимо, про древних мудрецов речь идет, про, ну, Юда бен Бааа, он еще при храме живет, если я не ошибаюсь, нет, какой же, а Шимон Атейманисов тоже один из мудрецов. Когда еще, когда еще не всем давали титул раби, как бы, да, древние мудрецы часто не носят титул раби, вообще никакого титула не носят. И сказал ему, чего ты вот вчера не пришел на бетамидраш, он сказал, что балашет бала лирейну, он бикшал лактов от кулла и шахатну лаген агель веихалну А кто такая Балеши? Да, Балеши это то же самое, что и Хэй. Ну как, Балеши? Ну некий вооруженный отряд. Мы не знаем, то ли они солдаты, то ли они бандиты. Иногда это примерно одно и то же. Некие милитарные или парамилитарные, то ли партизаны, то ли бойцы Свободы, то ли неизвестно кто. Еще вопрос, зачем Свободу? Какой-то народ пришел, бои по всей лице. И все это было в Йонгах, опять же. Пришли и собирались вообще ограбить все, все ограбили. Да, весь город, значит, разорить. И тогда мы им забили тельца и накормили их. И так их выпроводили. В общем, если им покушать надо было. Амарло, каме они им ло яцасхар хэм бэвэш сэтхэм. Шэре амратур аллахэм бэвэш сэтхэм. А он говорит, а тут ему Бэн Бао говорит, интересно, не оказалась ли ваша, ну как бы, награда, не окажется ли вам в ущерб? Ну, тогда, потом, в принципе, когда вас будут судить за это, 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 за это. Потому что ведь торт сказал вам, можно готовить пищу, а не кому вопаду. То есть, получается, что, получается, что в этой брайце Бэн Бао считает, Иуда Бэн Бао считает, что они нарушили, как бы, нарушили закон. Да, не по закону. Что это такое? Тамэ, это, удивляюсь. Ну, слово там, да, тоже? Нет, это слово тамуа, тьмоа, не знаю. Но там это тоже как-то, нет? Нет, там корень та FMMG, тьмоц Безда Ге чоу? Зак this galaxy? А я думаю, она не каннивай в этом, но не ваша. Нет-нет, она конечно каннивай. Правда, это каннивая, огласуемая. «ículа»auа. Ну хорошо, окей. Да-на, ну я не знаю, слушай. А я вот так не говорю. Не венгриста. Ну, не знаю. В этом слове корневая она точна. Корневая она определенная. Это даже современные улицы. А здесь очень много. Удивительно. Теперь мудрецы Амраим обсуждают все. А что это значит? Почему же все это? А почему? Они же могли от него поесть. Вот у нас этот тегель. А сейчас, извини. А что же он нарушил? Вы же сами тоже могли взять кусочек оттуда? Да. Теоретически их же никто не контролировал. Но ситуация устроена вроде бы так, что они могли еще при жарке и приготовив этого тельца взять все небольшой кусок. Никто даже и не заметил. Тогда бы считалось, что он вроде как за битвы и приготовлен для них самих. Потому что, как мы в прошлом анекдоте две недели назад разбирали, что нельзя съесть даже кусок мяса, не запить целого скотину. То есть, получается, что нас выбрасывают на них. И таким образом, если мы можем взять от него кусок мяса, то мы можем считать его приготовленным для себя. Так что непонятно, почему, собственно, надо... А это был трефной Целеный. Раб Юсеф, новый персонаж, да. Еще один Новинонский Амур. Нет, новый персонаж в этом споре. В этом споре, да. Нет, еще. Бен Бау и Симона Рим, они умерли 20-30 лет назад. Теперь в Вавилоне они сидят. Теперь, значит, некто спрашивает Равуну. Бау и Немин Равуну. Да. Равуну сидят. Равуну рожь Большой и Шевы. Понимаешь? Значит, кто-то с задней-задней парты спрашивает. А вот как вот быть вот так? Он тебе же требует. Говорит. Ну, давай, как бы, последний. Задут ли он нормальность? Не дадут. И это. Тут еще выступает. Говорит. А вот же Брайт у нас есть. Такая. Та-та-та-та-та-та-та-та. Там Бен Бау ему говорит, а вы тут нарушили закон. А с чего тогда нарушили? Получается, если мы могли взять от него часть и съесть, то тогда лоб абсолютно такая же, как и в предыдущем анекдоте. Тогда кто-то из нас не прав. Рав Юсер к этому добавляет. Просто решается. Эти евреи взяли самого ледащего теленка, который, очевидно, был, ну, там, например, Безнагин. Собирался уже умереть. И его-то, собственно, их пожарили этим годом. Сами они есть от него не могли, потому что он не кошел. А если бы не забили кошел на тебя? А если бы не забили кошел на тебя, тогда никто бы к нему не подирался. Ну, они бы тогда съели от него, ну, как бы. Съели бы кусачки? Съели были, там, могли бы съесть. То есть, неважно. Мы могли бы считать его своим. Забили у этого Виктория Катеренка, они что-то не ели тем самым? Они же сами-то не ели. Нет, ну, а то, что они его забили и зажарили? Не понял. Я не понимаю, что ты сейчас говоришь. Нет, это не нарушение ничего. У нас не утопили или там? Да какая разница? Вот! Так они и говорят, что нарушили. Ширьем-то. Потому что сами-то они есть это дело не могут. Им-то надо было этих нахормить. Да. Так вот, да, поэтому и нарушили. Если бы он был кошел, то у него нет. По этой логике вроде как нет. Такие вот эти важные информации, которые совершенно не приводятся. Мало ничего правильно не приводится. Именно потому не приводится, что должен быть у нас, просто у нас, у Рав Юсефа и совместа товарища, должен быть у нас всяческие расчеты фантазии. Мы все должны сами придумывать. Понятно? Нет. Ты что хочешь? Ты хочешь, чтобы было как по правде? По правде не знаю как было. Как было по правде, я не знаю. Рав Юсеф говорит, у нас есть два исходника. Он именно объясняет про это. Он рассказывает, как это может быть, что это не происходит. Он говорит, ну понятно же, что это возможно, если бы это было не как шерп. Когда нам не сказали, что они на своих нарушили. У нас есть два исходника. А потому что Абрамовский зачем причать? Я понимаю, очевидно. Подождите, Ань, еще раз. Ань, 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 Ань. Что значит, почему? Потому что они не знали об этом вообще ничего. А соображение... Сейчас. У нас есть два... Сейчас, секунду, секунду. Давайте поехали. Да. Это рассказы не при ситуации, а не при истории. Да? Маосе, бе, та-та-та-та. Это все было 300 лет назад. Они не задумывались вообще вопросом. Может быть, это может быть можно? Понимаешь? А тут пришел Равуна. Я говорю, ну а в чем проблема? Давайте съедим кусочек. Ну там он с хлебом. Ну не надо. Давайте съедим кусочек. Мы считаем, что это все наше. И все, привет. Тогда можно. То, значит, эту брату сочинили-то не вот эту историю здесь. Она давно 300 лет существует. Кто-то ее вспомнил. Говорит, как же так? Чего же Рабью? Генбау на нее наехал вот так. Говорит, Рабью Север. Говорит, ну надо как-то с этим вот, вот как-то эти все, эти две вещи надо как-то сочетать, да? Он говорит, как сочетать? Наверное, это был бы не кошер. Тогда действительно работает. В смысле? Тогда работает и соображение Рабуны, и наезд Рабилда-Бенбау. Одновременно. Да вот и все. Понятно, что этой информации нет в брате, потому что ее возможно и в жизни не было. Да, у них еще другие соображения были 300 лет назад. Наверное, счет. Они, возможно, просто более строго к этому относились, да? Говорят, ладно. Так что, наоборот, если ты отдал, долгую. Плохо? Это и есть плохое мнение. Он звучал, что ты спец, спецом как бы. Не еврею делаешь нечто. Рабуна говорит, ну мы стоим в такой ситуации, что если сейчас мы не сделаем, то они же нас убил просто всех. И, собственно, и этот самый Шимоно Теймани тоже стоит в такой ситуации. Говорят, что? А что делать-то? Ну. Вы ахазыли клавим. Тогда... Кстати говоря, извини. Если речь идет о том, что убить или не убить, то здесь вступает в силу вообще другой закон. Правильно. Верно. Смотри. Там они достаточно аккуратно. Нигде не говорят, что они угрожают им смерть. Они хотели разгромить город. Нам надо было что-то с ними сделать. Надо было как-то их накормить. Мы берем первую папашу сатирионку. Режем забиваем. Даем. Все. Они с этой довольны. Нормально. Мы насиловали пару Теймани. Ну ладно, что есть. Времена тяжелые. Ну вот. Но как бы и ушли. Все в целом целом. Вот. Там во Ваде Заре, там это длинная такая суя про то, как болельщик дает. Потому что они венок. Вот это вообще труба, да. Это просто. Потому что с вином там большая скромность. Прикосновение не резко. Ну как бы долго. Ну не кошерным. В общем, в известной ситуации не кошерным. Совсем. А сейчас есть факт, что это не так. А сейчас. Да, да. Абсолютно не так. Ну это может какие-то двое другие. Это классно, классно. На самом деле я принесла случай. Интересно, да. Это очень интересно. Наконец-то это сделал. Вот это стомнение. Потому что мы всегда это делали у нас дома. Очень странно, что бои могут расхищать. Это другие гои. Это гои были тоже, знаешь, это были серьезные гои. Они без того, чтобы Юпитеру отлить, просто не могли. Вы не могли бухнуть так нормально. А как только ты отлил Юпитер. Вот все. Нормально. Да? Там же все это завязано на реальном восприятии богам. Да. Какой сейчас. Какой ничигой будет Юпитер? Ну в общем. Вот еще на эту тему, что сейчас не кончилось. Да ладно. Ничигой не тот пошел. Вот сейчас как раз. Это еще то, что отмечали там же, что воины и чужие не тут. Они уже сами не верят в свои ересы. Поэтому мы с ними подруговались. Ну вот. Вот там труба вообще. Там все закрытые очки считаются кошерными, все открытые считаются некошерными. Или наоборот. В общем там очень сложно. Вот. А здесь пока одна зеленка цели уже не хорошо. Вот. Он говорит, вы оказали клавин, он говорит, но тогда это зеленок. Он годился бы для наших корейских собак. И по умолчанию он говорит, там же у нас есть, вы помните, было лохэм вэлоли мухрим, лохэм вэлоли клавин. Это как бы альтернативное толкование. Да? Да? То есть похоже на то, что тот, кто сейчас говорит, он говорит, лоли мухрим, а вэлкэмли клавин. Да? В смысле еврейским собакам можно отдать некошерного теленка. И тогда мы можем считать, что мы забили его на корм собакам, нашим собакам, за которых мы не все ответили. Согласно тому, кто сейчас говорит? Нет. Тут можно, конечно, вопрос можно ли забить. Вот это действительно. Потому что для этого нужно понимать вот этот стих лохэм, как лохэм вэлоли мухрим, а вэлкэнли клавин. Да? Чем гуи отличаются от собаки? Ну, извините, я, может, что-то политкорректно сейчас говорю, но гуи отличаются от собаки. Тем, что за собаку мы отвечаем, а за гуи нет. А собака – это часть нашего хозяйства. Не покорми ее. Мы не выполним свои обязанности. Спецсобаку. У нас есть обязательно спецсобаку. Может быть, удивительно, но это так. Да, даже вот я знаю, помню, что Ильца Кыма с благословенной памятью. Мы когда к ней приезжали на шаббат, на трапезу, утром он говорит, мы сначала все тащились к кормить и мы делали всякие звери. Сначала до того, как сделать трапезу, людям надо было кормить. Вот. Я даже помню. Потому что, да, потому что это есть, у нас есть обязанность. А под отношением горм у нас нет никаких обязанностей. Так что, в некотором смысле, толкование лохэм и лохэм сильнее, чем толкование лохэм и лохэм. По этой, собственно, собрали. По этой самой причине. Ну, по-моему, мы уже касались где-то. Если мы касались, то будем касаться. А, да, будем касаться дальше. Вот. Да, он говорит, нам более-менее все равно, какой был теленок, не кошерный или не кошерный. Собаки сидят не кошерный, но он хочет так, чтобы быть кошерный. С их точки зрения ничем не отвечает. Значит, да? Ну, вот же он годен для собак. И, значит, опять же, что мы можем считать его забитым для наших казах, а не для каких-то нееврейских военков. Соответственно, происходит некоторое движение. На самом деле, я об этом совершенно не думал, а вот так. То есть, по отношению к этому, к этим вот банди-убийц, которые, как бы, которые, если им не дать целенка, то они нас, ну, в лучшем случае ограйбят, мы несем существенно меньше ответственности, чем по отношению к собаке, которая просто лавит меня в дворе. И, значит, ради него мы не можем нарушить, как бы, ее на эту собаке можно. Вроде бы. Нет, конечно, подожди, мы не договоримся. Он говорит, Танай. Это, ну, спор Танай. Детай. Вот сейчас, Детай. Будет приводить, да, Детай. Это тот же самый стих, с которым мы сегодня делаем лучше. Только то, что будет естся каждому, каждой душе, буквально, только это будет делаться вам. Машмашины и Марли, коль нефеш, шо не а не афину нефеш, да и маба машина. Из того, что сказано каждой душе, да, каждой, из того оборота, который они любили, не коль а там, например, да, коль нефеш. Слышите? А вот эта фраза вообще нет. Еще раз. Еще раз. Это, 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 это вот тот самый, тот самый, как бы, исключение, которое делается для Йомкина. Вот это то, что называется охренеть. «Только то, что будет естся, это все пассивно, пассивно это, да, только то, что будет естся каждой душой, только то и можно будет делаться вам». Ну, как-то так. «Только то, что каждая душа будет естся, то это самое и делается». «Нет, это они уже дальше». «Любая каждая». «Это они. А что сказано тоже?» «Теперь что такое каждая душа? Что такое каждая душа? Каждая душа в библийском, вы видите, вообще означает человек, людей. «Человечки». «По преимуществу евреев, но это как раз не очень важно, потому что там есть ограничение лохэ. То, что это еврейская душа, научимость и завершение лохэ. А что научим из слов Коль-Нефиш, а не Коль-Адам, например?» «Что может быть и животным». «Да, и он уже говорит, из того, что скажут души, я слышу, что это даже душа животного, по смыслу». «Обычный человек, но они говорят, мы сейчас это деконкуируем, предлагаем на стороны кирпички и держим каждый кирпичик отдельный, пытаемся из него извлечь тот смысл, который возможно, так сказать, в шате его не было. Вот мы берем этот кирпичик Коль-Нефиш, что он нам говорит? Из того, что употреблено такое выражение, он говорит, что вроде кажется, что это относится не только к людям, но и к животным. «Кстати, по сути это не «а», а «т», а «ш». Ну, не да. «Да, правда?» «Да, но здесь написано, как устроится». Да, они часто приводят стихи по памяти и ошибаются. Потому что, действительно, есть такое употребление. В каком-то другом стихе, где сказано, что тот, кто убьет душу животную, он должен заплатить за него. А в продолжении сказано, как «макэ адам мот ю мать». Тот, кто должен умереть. То есть, он хочет сказать, что слово «нефиш» используется как душа живу. «Талмуд ламар лахэм». «Лахэм, бэголи клады». «Деврэй рэбьё сэглэли». «А?» «Талмуд дам туде клады». Но там дальше, кто-то сказано «лахэм». То есть, это как бы «клалюфрат» некоторого соединения. Есть такой способ толкования, как бы, когда мы видим некоторую более широкую категорию, которая потом сводится. более узкой. Значит, тогда мы идем, да, по-узкой, а не по широкой. Значит, он говорит, «кхоль нефиш», «кхоль нефиш». Я глядываю из-за страны, он говорит, ну, это вообще всякая, всякая душа живая, да. Душой живой названной. Даже и приспотворение имеется в виду. И животные тоже. Вот. Он говорит, но в конце это сказано «лахэм», а «лахэм» лорик лавринь. То есть, готовить можно для вас, но не для животных. Не за собой. Там говорит, «рабио саглили». Рабиакео мы. А филом нефиш блюна бы машина. В инкем на тонну лома лахэм. Лахэм ловин хри. Наверное, здесь, в этой практике ровно даются альтернативы. То есть, оказывается, это не вместе пакетами, а один удрежит. Это так, а другой иначе. Да? Рабиакео говорит, действительно, «кхоль нефиш», это включая души животных. Так что с животным готовить можно. Как я уже говорил, варила поросенку, если бы у нас был поросенок, вот, можно варить. А собаке можно даже и варить. А я вот, помните, у меня была кошка, я ей действительно варил там индейский. А вот можно варить. А что такое лахэм? Ну, хэм ловин хри. Если мы в слове «нефиш» включаем… Да, он говорит, что это не «хла-люфра», это просто две разные вещи. Да? Ликоль нефиш мы могли подумать, то есть, можно реконструировать по тому, как бы, формату, как говорил «рабио сегле-ли». Когда мы говорим «коль нефиш», мы могли бы сказать «коль нефиш», «кулель но хри», да? «Коль нефиш» больше. «Азмазы лахэм», «лахэм» в любом случае что-то ограничивает, да? Исключает нефиш из этого человека. Согласно «рабио сегле-ли» – это исключает живот. Согласно «рабио сегле-ли» – это исключает живот. Согласно «рабио сегле-ли» – исключает живот. Да, но это в другом месте, да. Это у нас… Сейчас мы как бы занимаемся другими вопросами. Там, да, когда мы играли в… Когда мы обсуждали принесение жертвы, да-да, тогда было… Это было. «А что там было?» «Лахэм» было леговор. Для вас, но не для Бога. И так исключаются, например, все сожжения. «Побэччама». Потому что «вам можно, а ему нельзя». «Вау!» «А это было…» «У человека можно, а Бог не взял, вот как, да?» «У человека можно, а Бог не взял, вот как, да?» «И что дальше?» «А ты это не души?» «А я уже что, и была на этом родстве прекрасно?» «Я все забыла». «Я вообще подождаю, что да, но…» «Это не на прошлом было?» «Вроде бы нет, это раньше еще было. Вот. «Может прослушать тебя на этой записи». «Да, даже правильно. Вот. А почему ты, и рабе Акива, да?» «Почему ты, и рабе Акива включил в эту категорию собак и выключил из нее огонь?» «Кто же я сказал?» «Да, что я включаю собак, потому что я несу ответственность за их пропитание. И выключаю огонь, за которые, за пропитание которых я не несу никакое ответственность. «А они считают, что они…» «Нет, они тоже…» «Когда на постой они пришли, да, я в некотором случае несу. Но, как бы, я же не перед Торой они несу, а перед их начальством. Это немножко разные вещи. Вот. «Тора, да?» «Тора и полковник – это разные… Бог и полковник – это разные-разные вещи. Вот. Значит…» «Вы про что сейчас? Про мозга? Ну, мне в целом нормально. А вам что? Холодно? Что жарко? » будет просто тупо жарко. Сейчас уже 27. Ну да, но мне кажется, что это нормально. Какими-то порывами? Странная погода у него. Я могу попробовать найти куйку в этом. Еще поднимешь до 30, тогда какой смысл? Нет, Аня предлагает уменьшить. А, вот что, он вертелся помедленнее. Ну что, спросить? Давайте. Может, просто выключим? Ну, а, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я думаю, что... Он типа на месте. Надо пойти смотреть, что водит. Он дует типа на меня. Он сказал, что... Он говорит, что... Он говорит, что... Он говорит, что... Это... Он говорит, что... Он говорит, что... Он говорит, что... Он говорит, что... Это... Он говорит, что... Я говорю, что... Он говорит, что... А, Раши пишет так, смотрите, Раши пишет так, кевандель адам лохадзу, махалли бхема ло миштары, а сири бетильтуль. Если они, коль скоро они пищу человеку не годятся, а Рабьёсер говорит лохэм, в смысле, скотине вообще нельзя, то эти почему надо же перемещать? Перемещение уже подготовки. Ну да, ну кормить-то вы должны эти скотины. Вот, ну давай, и ты поедешь, и как же теперь скотину кормить? Да, то есть почему он это сказал, да, такой вопрос? Нет, почему он это сказал, он решает эту проблему. А, давай. Он решает эту проблему. Что теперь, значит, этим, значит, коровым вьем добавить? Финики? Нет, финики можно, пожалуйста, то есть как бы, финики, а сколько это на халя дам? Можешь им бросить финики, пожалуй, ты же. А сену нельзя. Потому что сен, да, мы едим. Он говорит, а, ну, конечно, зато гораздо на остопе. Таким образом, мы можем их перемещать, как дрова. Ой, а почему у нас опять запуск? Да. А вот это интересно, что это интернете есть по окону? Ну, а, опять он лог-ин тебе пишет, что-то такое. Или, а, подожди, нет, он у меня работает. Он говорит, а зажигать-то огонь мы вьем-то можем, да? Поэтому дрова носить тоже можем. Так. Ну, давайте рассмотрим эти косточки, как дрова. Тогда их можно носить. Скотины можно давать. Скотины. А, а сака это вот? А сака это, да, да. В топливках, топливках. Скотины же переворотить надо. Да не надо их ничего прямого. Так заказаться. Там, наверное, тренированные, я помню, в Греции, когда на Сашку поднимались на гору Парнас, мы встретили там ферму, где жили горные, ну, собственно, горные все примерно. Там была большая ферма с разными животными, особенно свиньи были. А там горы такие, там скалы такие вот торчат, торчат такие вот довольно узкие и довольно острые скалы. И все эти свиньи, значит, прыгают с этого. Очень, очень живенько. Так это вот. Вот там, я говорю, там звери в тяжелое время, там и люди грызли эти семечки, если больше нечего. А в корову точно не надо нищего прямого. Нормально. Вот. Он говорит, тогда оба ему дальше возражать. Ты нах бы являешься, брати-то мая и каля мая. Ну, хорошо, про сухие ты мне объяснил. А что делать с мокрыми? С влажными? А почему проблемы с мокрыми? А Нижний Росток не горят. А. Амарли хазы лесы гадоль. Они горят себе большой. Ну, в смысле, если уже есть большой костер, то туда можно даже и не очень сухие дрова покрасить, да? Они все равно высохнут и горят. Он говорит, нахуй 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 нахуй. Тей-то в ион-то шаббат-ма-икаля мае-марангаи. Ну, хорошо, про ион-то снимают, ты мне объяснил. Теперь, а как шаббат? Шаббат мы тоже вроде скотину горят? Мы тоже все нефигные. Мы говорим так, берем кровать хлеба и на него кладем все, что нам нужно перенести не очень кошельно, и несем вместе с хлебом. Называется Ага Врифта. Что это можно делать в шаббат? Переносить все, что угодно, можно вместе с кровать хлеба или с ребенком. То есть я возьму кровать хлеба, положу на него телефон моксельный и могу его переносить? Перенести можешь, пользоваться не можешь, но перенести можно. Как говорил Шмой, человек может делать все, что хочет с помощью, имеется в виду носить все, еще одно с помощью кровати. Уплили драбьяшо бен леви, да, марабьяшо бен леви, мизамнин это нохриба шаббат, вейн мизамнин это нохриба йомту. И все это расходится, все это, я так понимаю, какое это, хадра вуна дали эллинг, ага. И все это с самого начала субьи, так сказать, расходится с тем, что сказал Робешон Леви. Да? Мы шли по одному, по некоторому одному пути, да, который указал нам Робуна. И все это пытались втиснуть, даже если, может, я еще не получал, все это пытались втиснуть в этот путь. Так, если мы участвуем в этом, на этом, то мы можем даже спецом, как бы, наготовить, наготовить еды для неевреев, если мы хотя бы теоретически можем принять это на жертвы. Робешон Леви говорит, нет, наоборот, мы можем пригласить нееврея к себе в гости в субборию, потому что у нас уже все готово, но мы не можем пригласить его в гости в емкость. И постановили так для того, чтобы не задавать у хозяина соблазон, готовить лишнего для него. Тогда это, вроде как, будет особенным для него. — А кто-то считал, наоборот, что можно... — Он считал, наоборот. — Что можно... — Он говорит, эй, если у тебя есть там полк солдат стоит, ты можешь на весь полк готовить... — А в чем у него проблема позвать в субботу? — Потому что он ревет, дорогой гость, ты начнешь, начнешь ему готовить, готовить отдельную супчик там при селедочке, и получишь, что-то готовят для него, а не для себя. — Что? — Так нет, я понимаю, как бы и так и так известно, что в шаббат нельзя готовить, правильно? — В шаббат. И поэтому можно звать гостей. — Да, а почему же тогда другого... — А в емкость нельзя. — Нет, а почему, по мнению другого, нельзя... — Ты только что сказал Равмуна? — Нет, я сказал Равмуна, говорит про емкость. Расхождение там не в шаббат, в шаббат нет расхождения, у вас все понятно. — Окей. — Именно потому, что законы такие строгие, то там как бы нету... степени свободы нету. Нету повернуться, да? Ты не можешь свободу сделать то, что запрещено делать судьбой. По-любому. Ты не сделаешь. Сколько тебе гостей не пришло? Скажешь, ну, нет у меня больше ничего, все, религия не позволяет дальше. А в емкость вроде как религия-то позволяет, но себе. И Раби Ашобин говорит, а вот двое взвать в гости нельзя в емкость, потому что ты начнешь готовить для них, и получится, что ты готовишь для них, а нет для себя. И наруши эту самую запись — Лахем и Лорен и Фри. Окей? — Хорошо. — Да. — Ваха барьякова маа. — Афилу башамадна амину. — Мишун шьюрика сот. Так. Ну, начинай так. Говорю. Что вот тоже нельзя. Почему? Потому что ты же ему наливать-то будешь? Будешь, правильно? — Мам, я скажу оценту тебе. — Да, наливать будешь. — Значит, как только он... — Он начнет встряхивать. — Что? — Он начнет встряхивать человеку Питера. — Нет. Он оставит недопитый стакан. Говорю, что Юрий Кусода — тот, кто недопитый стакан. — Ага. — А это все и Сурана. Это то вино, которому ты коснул с Невли. И все, привет. Сурана. Сурана. Нельзя никак... Его вообще никак нельзя использовать. — Нет. Сурана. — Ну, были. — А ты не можешь поднять этот стакан. Потому что... Потому что... Потому что... Потому что он становится мукцией архоматической. Абат — это да. Но он тебя будет соблазно убрать со стола. Поэтому... Понятно, что это все не строгий запрет. Не запрет второй. А запрет — это зра. Зра почему? Потому что после еды ты обычно убираешь со стола. И вместе с... Мой недопитый стакан ничем не плох. Что... Что... Что такого плохого в моем недопитом стакане? За мной может... Может допить любой другой еврей. Вообще. Ну, за мной, наверное, не может. Потому что я публично рассказываю. Но... За нормальным евреем можно допить это ведомо. Не то, что там продать. А с этим он вообще ничего делать не может. — Да, можно. — Он несут... Да. Каплановым постановлением его это как можно. Но мы сейчас в том иническое время находимся там. Опять... Вы серьезнее были и это... Что? К мусам. К мусам. К мусам. К мусам. Ты о чем сейчас? К мусам. К мусам. Потому что его никак нельзя использовать. Да. Да. А какой-то... Ну, то, что остается после единой садеи, это точно не может быть? Ну, нет. Ну, откуда там мусам? Ну, пока я не знаю. Курс, который... Ну, сейчас. Сейчас. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Там они сейчас будут обсуждать этот способ. Говорят. Мишуч Юрий Красот. И ахи деда нами? Он говорит. Таки наши тоже? Да. То, что кто-то и сказал, да? А наши опивки как? Вроде бы, как они... Если имеется в виду совсем опивки-опивки, да? Они тоже не нужны для какого использования. А в тот момент, когда они не нужны для какого использования, они станут самым. Они говорят... Они говорят... Он говорит... Иахи деда нами. Дедаан хазу ле торнагулин. А это можно вылить курочки. Наша. Наша, наша. Дедан это наше. Дедан это наше. Дедан это наше. Да. Ну, а что? Только расти будет лучше. Не стись. Вот. Дедан это наше. Дедан это наше. Дедан это наше. Да. Ну, потому что ше параме есть китбе. Ну. Ну. Ну, это ше ламу. Ди-дан. Ше. Не знаю. Ядна к этому. Ядна к этому. Ядна к этому. Дедан хазу ле торнагулин. Дедгууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу храни, а сурим бы ана-а. Это же корм, чья ана-а? Наша или Курочкина? Кормить курицу – это наша ана-а. Ты ее не можешь ни продать, ни использовать, ни подарить, потому что это тоже будет ана-а. И сур ана-а – это и сур мухрат, его можно только уничтожить. Больше ничего сделать не надо. Любое другое действие – это ана-а. Любое другое действие – это в некотором смысле ана-а. Даже в подарок. Ты даришь это не еврею. Тем самым ты стяжаешь его расположение и получаешь некую неприкольную выгодотку. Для этого надо учить как раз о водозарах. Там это очень подробно расписано. Так или иначе. То, что у них осталось негабитое – все, оно асурбана. И таким образом. Оно в шаббат – абсолютно я могу с ним делать, ничего не надо. У Летальтелли, у Агаркаса. Он говорит, ну, ладно, слушай, ну, кого ты сейчас лечишь. Мы им выплеснем сейчас, выплеснем. Ну, стакан-то я могу убрать. И это вино мы будем Летальтель как бы, да, переносить не само по себе, а как бы вместе со стаканом. Мне стакан-то мыть надо, грубо говоря. Че? Минуту привязать. Летальтель, летальтель, переносить, переносить. Летальтеллин, у Агаса, милу Амарова. Метальтель, лям каммола, каммола, а гав, ки Тамиым, а гав, Так, кто все эти люди? А, канула это что-то вроде совка, не то, что вот он, канула. Что-то вроде совка, не то, что вот он здесь, здесь, как мусорное ведро и что-то такое. Больше всего тут похоже на контентчик для воды. Нет, это, нет, имеется в виду, имеется в виду некоторые типа жаровки, в которых горят угли. Так вот, он говорит, можно перемещать вот эту вот хрень? Стакан с недопитым вином? Нет, сейчас он говорит, Роу говорит про другой случай, он не знал про стакан с недопитым вином. Он говорит, он осматривает случай, что можно делать с этой недопрогающей жарой. Он говорит, можно ее переносить вместе с его петлом, несмотря на то, что там есть кусочки дерева. А кусочки дерева, они классически вернутся в шабана. Они гадятся именно на дрова, а это ровно кусок шабана вниз. Он говорит, там-то речь не идет про Исурона, а здесь идет речь про Исурона. Он говорит, там дерево, оно просто запрещено. Оно даже, через полчаса будет разрешено. Все, когда он кончится, оно будет разрешено. А, это вино, оно может быть никогда разрешено, не будет. Все это, верно. Вот. Оно еще там даже, по-моему, никаким, каким-то уровнем не уничтожается там. Совсем-совсем-совсем-совсем-совсем-совсем. Ну, это можно. Но если оно смешает, ну, нет, можно и нужно даже. После шабана. Сам шабан, честно говоря. Ну, через год. Да, но хороший хозяин, безумция такая, что хороший хозяин автоматически после трата засметает посудицу стола. И не думает о том, осталось там сколько времени осталось. Поэтому запретили вообще приглашать гости гостей. Ну, по некоторому. Уже разрешили. Ну, теперь уже разрешили. Вот. Амар ли раваха метифтеля равина. Вли вейк графширы и. Они все еще ломают голову над этой проблемой, да? Это странно. Странно как-то получается. Ширык, я, своего соседа. Ну, пусть он не еврей, но он хороший парень, в принципе. Да? Мы с ним бездец и дружим. Я в общем. Ну, субтитры. А нет, наоборот, рабочие дни я работаю с утра до вечера. И он работает с утра до вечера. Это простой парень. Мне это самое. Нам особенно негде, некогда посидеть и выпить. Субтитры. Сейчас объясню. Неужели мы не можем, неужели я не могу этого, этого там, Ахмада или там как его зовут. Позвать его в гости в саббат, накормить его как человека наконец-то. Попробовать мою фаршированную рыбу. Он выпьет в конце концов. А мне говорят нет. Нет, нельзя. Нет, нельзя. А почему он говорит нельзя? А потому, что он выпить выпьет. Но у него там капелька останется. И потом ты, как хороший хозяин мойший, пойдешь мыть эту посуду, нарушишь закон. Я говорю, нет, стоп, тут какая-то шиза. Шиза тут нечеловеческая происходит явно. И поэтому они пытаются как-то выкрутиться. Да, он говорит, ну как же, ну а-а-а-а-а. Пока не получилось. Он говорит, а давай сравним это. Граф Шир и это буквально ночной горшок. Полный. Вот. Известно, что его можно выносить в сумму. Граф это, ну, такой сосуд. Да. Сейчас я посмотрю, где это у нас. Левая графка шамутары такты ле фанатоли, ле ашпамихам отмелусы. Когда мы говорим бэрек батра, бэрек батра, там у нас в последнем, в последнем пэреке этого нашего трафтата будет такой вот табэ. Его можно выносить, потому что, иначе он воняет, будет очень просто пальцем. Да, поэтому мы разрешили выносить на трафтат. Говорят, ну давай сделаем, давай со стаканами объявим вот таким вот, когда мы будем его выносить. И тогда я смогу пригласить домой и друга Динслава. Да какая разница? Можно вынести им? Можно, вынести им лишь умой. Нет, говно не отличается совершенно. В этом смысле Гойска и Юэйска нет. Только в вино разница. Только в вино, которое большое отличается. А то, что потом с этим сделать, никак не отличается. Вот, воняет одинаково. Именно поэтому мы его разрешали выносить. Ну, это, конечно, не очень кошерно. Но еще хуже будет, если оно будет стоять, если воняет. Не отличается особо. Такая рука. Да. Амарли. А разве можно изначально создавать такую ситуацию? Ну, понятно, что есть тебе хочется. Ты, может, сделал то, что ты сделал. Ты же не имел в виду с самого начала, как бы, да? Ну, в смысле. У меня, ну, ведь известно же, что, как бы, обязательно в шаббат будет что-то. Не-е-е. Ну, не то, что ты можешь выйти там в отхожее место. А вот получилось так, что ты не выйдешь. Понимаете? Да, вот приспичило, не знаю. Вот вот у тебя стоит. Вот у тебя стоит вот какой-то горшок с этим вот. Он говорит, а изначально так и так лучше не делать. Ты создаешь нарочно ситуацию, в которой ты проходишь по грани реального запрета. Поэтому, он говорит, поэтому не всегда изначально назвать стакан тогда так. Поэтому, да, поэтому ты говоришь. Вот ты пригласил этого, значит, чувака. Вот ты ему налил вина, и все. Тем самым ты уже создал ситуацию, когда через какое-то время, когда он будет вставать со стола, перед ним окажется вот и вот несу разные стаканы с описками. Ну, хорошо. Отборей, это, я так понимаю, дал разрешение, согласился, велел даже, может быть. Значит, Рова, тут интересные иерархические, как бы, игры, да. Рова здесь главный, да, он дает разрешение Маршмуя. Рова, Рова, Рокшишуга. Маршмуя. Мар обычно, титулом Мар обычно обозначаются члены семьи Рейш-Гарута. Да? Разно. Еще раз. В Вавилоне титулом Мар обычно обозначаются члены семьи Рейш-Гарута. Как он называется? Экзил-Гарут. Ну, глава Диаспорта, да, Рейш-Гарута, это тот человек, который, как бы, несет ответственность за всю еврейскую общину перед, там, соответствующими властями. Они... У них были разные отношения. Иногда они враждовали в семье. Вот в семье буквально, я ничего не говорю, что-то. Они травили друг друга, ну, да, в чем-то там, в среду. Иногда они ужасно дружили. Иногда Рейш-Гарута сами были мудрецами или входили в другие мудрецов. Иногда их члены семьи входили. И вот, значит, как-то раз Рейш-Гарут дал ему разрешение говорить, и он толкнул такую речь. Он постановил, это уже, как бы, завершение этой дискуссии, как бы, практически аллахическое постановление. Можно приглашать Ахмуля в свободу. Нельзя приглашать Ахмуля в свободу. Потому что ты будешь рваться до него, а что-то лишнее приготовить. Да? Это понятно сейчас? Марэймур, Марзутра, тихану миклала в нохри бьемту в Амрулии. Они говорят, ну, это тоже не совсем человеческое. У нас праздник. А Ахмадча, как бы, что я сейчас перевожу? Марэймур и Марзутра, он тоже, тоже, он чуть ли не сам уже был. Два разных человек, да. А слова КПСС вообще не человек. Когда у них случался в гостях некий нееврей, они им говорили, если тебе нормально в том, что... Ты сделаешь для нас? Наверное. Нет. И если тебе нормально достаточно того, что мы сделали для себя, что мы уже сделали для себя, это нормально. А если нет, мы лишнего делать все равно для тебя не будем. Таким образом, они меня, в том смысле, выкрутились. То есть они сняли этот, как бы, запрет. Да. То есть, если у нас на двери табличка, что лишнего, для боевых собак мы лишнего не готовим. Ну вот. Тогда его, по крайней мере, позвали в гостях. Вопрос с вином сняли? Тем или иным способом. Да, да, это скользкий вопрос. Но, 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 но когда, когда маршму или от имени Равы, ну, разрешение Равы, выдал то, что он выдал, стало понятно, что эта заморочка с вином рассосалась. Подожди, почему? Да, почему? Потому что он говорит, мне замни бы себя, что в субботу можно позвать. Там, там, там была переброска некоторыми сомнительно слабыми аргументами с обеих сторон. Смотри, обычно, у нас есть две точки, условно говоря, две точки формулирования. Это поколение Равы, а обоих Равы, лично Равы часто, часто говорят, Илхо, просто буквально начинают, заканчивают обсуждение некоторых вопросов, фразами, которые начинают со слова Илхо. Так надо. И выдают голову. И второе, последнее поколение, поколение Раваш, Илхо, когда редактировался там. Это два места, где мы привыкли ожидать микроэкологических решений, если вообще есть логические решения, как мы проводим на уровне таланта. Ну, или уже потом Рамбон там решает. 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 Вот. Так что, здесь, по-видимому, по-видимому, ну, можно посмотреть, вот, можно спуститься вниз, вниз-то, я имею в виду, без странички. оформление. да. Смирно, сформулирую, и с ней нет, она не смотрит, это проблема. Вот. Амин Замин, нуфрий б'еха. Асур разум, он hoy не будет. ией цов. Шума ербэй бешуру, он легкий лазминно Асур. Абн мутэр лошлухло муфетонот левиттв. Вами рбэй бешлиин, бешуиль, аппидragt räкшел, темпэкшел яхад, Если он разозлится сильно или может из-за того получится себе убыток, то лучше его покормить. Вокрызавы нохриши гум змино и лад, а вадовы шепхатов, векен шали, а ши не шлах и лад, векен нохриши не сдамел бы, то мы лад, то есть если Гой сам оказался, то есть тебе его звать вроде как никому следует. Ну со всеми оговорками, то есть понятно, что они делают очень-очень много оговорок, им понятно, что как бы, что, им понятно с одной стороны, что действительно от этого избавиться нельзя, да, есть стойкая традиция и есть реальный аргумент, да, ты будешь готовить с одной стороны, с другой стороны, им понятно, что это не совсем человеческий и жить так на самом деле не очень может, да. Мало ли что, у тебя, во-первых, по дому ходят какие-то службы, да, они уже не всегда евреи, даже часто точно даже и не. К тебе сосед просто может зайти вообще без звонка, как бы, да, или кто-нибудь тебя пошлет вообще какого-нибудь, кто, короче, есть ситуация, когда этот бой просто оказывается там в доме, тогда его можно покормить, ты не будешь на него готовить, так, а вот по субботу что? А вот где в субботу я не вижу, а по субботу я не вижу. Ну, у меня такое ощущение, что вроде бы можно. Что значит, после скобочков написано ШАС? В каком месте написано ШАС? А, ШАМ написано. Там же где в предыдущем месте. Там же где в предыдущем месте. В первой не написано ШАМ, а написано Шинхан Ару, Хорок Хаим, там что-то там такое. А это там же, но в другом снимании. А это там же, но еще в каком-то снимании. Первая ссылка на страницу всегда будет реальной ссылкой. А дальнейшие ссылки, если они из того или исток, они имеются как ШАМ. Ну ладно, я вроде немножко проснулся. Кто-нибудь хочет почитать? И желающим. Давай. Нет. 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 Ну, я имею в виду маян хамминь. Да. Не-е-е. Если эта вода подходит, да? Если эта вода можно, в принципе, было бы использовать для питья. Да, можно делать костёр, разрешено делать костёр в ёмкость, всё это займется в ёмкость. То есть бейти-элле запрещает нагревать воду не для питья. И только если ты, как бы, эту воду теоретически можно было завоить в чай, например, тогда мне можно и ноги пройти. То есть если она, например, грязная, то нет. Или горчица. Ноги горчицы пройти. Я всё детство так учу. А бейти-элле запрещает. И дальше идёт фраза, что, в принципе, можно выжечь костёр и измингреться. Чё, убьём это? А я кому эта фраза-то не дожить? Именно ровно. Это будет абсолютно гимна. А сейчас вот на мане за четвёртый лень. Что такое байлю? Нет, у нас не было даже, даже просто сегодня. Ну, не совсем это, но... А, цыгоди-элле запрещенскому? Да. Да. Мудрецы в Бэтмидраше, видимо, Вавилонскому, задались таким вопросом. Эм... Что такое. Эм, что такое. Пай, лабора, шандер, как, как, эмейля? Угу. В чём вопрос? Вот так я точно засну. Попробуем. Кто именно учит вот эту фразу про мандуру, про костер? Вот это твой вопрос, да. Ман – это кто? Ман – это кто? Катаны – это от слова таны или шнот, да? А, ты же говорил, что куф – это что в арамейском? Да, но тут наоборот. Шин – это можно вдаль от уйти, а можно вдаль от уйти. Нет, куф – куф – куф. Куф может в занятии или что-то. А, хатаны. Это незначащая приставка настоящего времени. Да? Да. 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 Это все считают, что можно разжигать костер, да. И тогда… Каким у нас проблема? Проблема у нас, очевидно, с… Бетчамайом. Бетчамайом. Бетчамайом и так понятно, что это решает, да? Бетчамайом нужно как-то извернуться. В предыдущем анекдоте он запрещал греть воду. А вдруг здесь он решает для того, чтобы греться? Почему? В чем разница? Вишаны и улыбай шаманин, бенанат кульгуфолианат и варцанин. Да. Что-то… Ну, что… Различается в том, что там удалось светиться, иначе это удалось… Да. Он говорит, что для одних ног я не буду греть воду. А вот если вот я целиком буду греться, то это можно. Ну, по этой линии. Хотя, казалось бы… Это сторона вопроса… Мы могли бы представить, что Бетчамай возможно думать это. Да. А что это может быть разница? Да. Либо же… Либо же… Это либо же… Да. Или же Бетчамай отключается? Нет. Учит это. А. Или же это… Рамадуру учит Бебилей. А Бетчамай? Им без разницы. Нет. Шану в данном случае это различаться. Отвечаться. А для Бетчамай это без разницы. В смысле, что ноги, что целиком. Он как там запрещает, так и здесь будет запрещать. Да. Мы не знаем, кто сказал про Бетчамай. Вот мы пытаемся узнать. То есть такая логика. Если я сказал Бевишамай, то наверно разница в том, что он так говорил про целое тело. Наверно они видят разницу в том, чтобы греть кусочек тела и цел их телеком 분들. А если это говорит только Беви. Беви Лев это в любом уговорит. Это нам понятно, что Беви Relia Realia А если это говорит только Беви Лев Беви Шама Юри Шайл блок第一 еще, значит он без разницы. Греет один патчик. и целое тело. Окей. И каков ответ? Есть бра, который прямо и ровно это говорит. Совершенно верно. То есть они сначала сказали так, а потом... Нет, из нашей лично мы не можем понять, кто сказал. Они откапывают брать и для этой прямой ситуации. А если они откапали брать, то для чего нужны были вот эти предыдущие или такой социальный такой? А для того, чтобы прояснить позицию, почему могли бы Бей-Шамай согласиться на Медоуру, а не, ну, не соглашаться на это. Это же методически интересно, да? Какая же, собственно, разница между этим? Конечно. Конечно. А потом они все-таки привели брать. А потом они говорят, ну, да, ну, так-то, мы, конечно, это, конечно, загадка, но не очень большая, потому что у нас, кроме Мишки, есть все брать. А брать все это прямо сказано. На самом деле, это все немножечко ни о чем. Как мы помним, брать и Мишнает могут прекрасно сопротивляться друг к другу, идти по разным мнениям, и совершенно не обязательно. То есть, здесь обсуждение, наверное, заканчено, они больше не находят материала. И, как мы прекрасно помним во всех, во многих других случаях, у нас находились до трех версий истолкования позиции Бей-Тилеля и Бей-Шамай у Танаима, у самих Танаима брать, которые Мишнает. Помните это, да, такие? А Амрабемид считает, что они вот так считали. А Амрабелезер считает, что вот они вот так считали. Так что, так что то, что у нас есть брать, это, понимаешь, они всегда оставляют нам некоторые открытые открытые коллективы. Ну, не всегда, всегда, но когда они могут себе это позволить, они всегда это делают. окей, а если бы у нас не было брать, то что бы мы подумали? Ну, я говорю, почти все, но... Не знаю, а ты же это говорил... Я вообще-то не говорил вчера. Нет, ты же говорил, что кто это говорил встал, что всегда припоздал. Я говорил. Иногда лишь опаздываю. Так, ну что, Ань, ты хочешь почитать? Ну, давай попробуем. Ну, что там пробовать? Делай или не делай. Ань, ты хочешь почитать? Ну, ты хочешь почитать? Ну, что ты хочешь почитать? Гарицин или Ркикин. Значит, в трех вещах, как Раван Бензель, он более строг идет по Бет-Шамалу. Он устражает, устражает, как Бет-Шамал. Он, в принципе, он принимает систему Бет-Вилеля, как все нормальные люди. Но в трех вещах он считает нужным, устражает это, перейти на сторону Бет-Шамалу. Значит, видите, мы с нашей темой. Да, с нашей темой, естественно, да. Так вот здесь хамин, это хамин как еда или это маем хамин? Нет, я думаю, что это хамин как еда. А, потому что там было помнено? Да, 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 там был маем хамин, да. И там было это очевидно, почему. А здесь имеется в виду, это хамин горячая еда. Потому что то мним это хамин, да, этот стойчивый, как бы... То мним это как бы ставить его в... В плотенечке, видимо, в одеяльце. А, закупывайте. Ну, в смысле, ставить его в такое место, где... Но они должны ставить его в печку, как бы. Может быть, и в печку, остывающую, например. То мним это укрывают, спрят, прячут. Обычно это именно в такое место, где он как бы меньше остывает. То есть, йонток не с самого начала... Или как филы. Да, вот и от филы. Вот не делают с самого начала, не делают как устат, чтобы поставить уже в эту вот печку, крышку. Не-не-не, смотри. Еще раз. Вот и вечером... Йонток опять можно готовить. Да. Вот и вечером наготовила кучу каши. До йонток. Нет, до йонток ночью. Да. И хочешь утром, а ты каши по завтраку. Да. Ты эту кашу, понятно, заворачиваешь. А-а-а, говорит Тирабан Гумилей, а вот тут-то мы и не будем тебе давать. Новую кашу утром будем говорить. А в чем проблема? Почему мы говорили? Что если у Бэй Чамая к этому, к этому есть, подожди, а это может быть знание, что? Это может быть йонток, который... Да, конечно, на субботу. То есть не так, а получается, что ты в йонток готовишь на субботу? Да, и готовишь на субботу. Но если ты помнишь, если ты помнишь, когда мы начинаем это в начале, это было выгодно, что человек не должен готовить съемку на субботу, если у него нет эруктов шили. Но к Бэй Чамая добавляет еще и что? Довляет, что он и хамин не должен класть, если у него нет этого хамина с террором шага. То есть ты можешь только добавлять к тому, что ты уже сделал. То есть если ты завернул этот хамин с Камула праздника, не важно, что он допрыл до мной, это не важно. Вот тогда ты можешь к нему как бы добавлять ново сделанную горячую пищу на субботу. Да? А если нет, нет. А Бэй Чамая не важно. Если ты уже сделал некоторые формальные вещи, рухтов шили, то все прилип. Я же сейчас не приготовлюсь к продукту всего, а про подогреть. Поэтому тоже не подогреть. Да. По этой точке, Ринь Бэй Чамая, да, проблема. Слушай, они, еще раз, Бэй Челек к этому относятся более-менее формально. Да? У тебя есть там, ну вот какое-то там условное два блюда, или даже одно блюдо, куда-то там положено, и на него ты опираешь все, что ты делаешь. Съемного на субботу, да, рыбца, да, да, фич. И на него ты опираешь все, что ты делаешь съемного на субботу. То есть, он говорит, стоп. Мы подойдем к этому немножечко подробнее, чуть-чуть менее формально. Там три у него, три категории. Он не должен печь, если он не испел, не должен варить, если он не сварил, и не должен класть вот этот спамин, если он не привыкал. Да? Поэтому, и Роман Гавлеев считает, что тут бетча мэка, а тут люди правы. Ну, так много. Дальше, а дальше я, конечно, стоп-фильм, я не знаю, подготавливают, не знаю, кети для... Не-не-не-не-не-не. Поднимают упавшую лампу. А, Зухэф. Зухэф, это в смысле макин, да? Там вот на другой стороне даже есть, если с ними готова лампу. Поднимают, а, для тебя поднимают лампу, я... Лампу, если она опала. А если пожар будет? Нет, пожар подушить. А вам пока что является? Вам пока что является. Да. А вот почему такое лампу? Ну, я так понимаю, что для... Ну, во-первых, мы сейчас это будем обсуждать, а во-вторых, я так понимаю, что для бедделения важно, чтобы... там, возможно, речь идет о порождении или не порождении нового обменяя, что ли, с патагонами. Не знаю. Я пока... Давай посмотрим, что они скажут. Я вот думаю, с этой каши. Ну, я его свалила в печь, что... Ну, поела. Остальное на нас в печку поставила. А печка все еще горячая. Это как? Что это как? Это запрещено или не запрещено? Нет, я думаю, что не запрещено. А я думаю, что не запрещено. Если ты его отдельно не заворачиваешь на что-то, отдельно, то ты... Это не запрещено. Ты же можешь его и доваривать, пожалуйста, и так будет. То есть, бах. Даже не только подогревает. Ну, хорошо. Так, и третья вещь какая-то, и не пекут какие-то... Да, вот грицин, аркехин. Надо посмотреть, что это такое. Можно... Ваши... 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 Ну, ваши... 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 Толстые хлеба не пекут, а пекут тонкие лепешки. Раша, конечно, потому что слишком большая, ну как, слишком много работы для этого. Потому что у них же, это действительно большая разница, у них же лепешки пиклись так, они лепились к стенкам этой печки, и там что-то за чат у меня такой-то появился. То есть можно тушить пожар в шаббат. Это будет обсуждаться несколько ниже, насчет тушения пожаров в емках. В шаббат действительно нельзя будет тушить пожар в емках. А в емках там что-то другие? А если у меня в шаббат упал лампан, то я хватаю детей и кофе, выбегаю на улицу? Ну, вроде того. Можешь одеть 8 одежды. На сильные одежды можно, а потаскать, видишь, не надо. Сниги сгорят. Ну, священные не сгорят, священные много. Что, то есть? Что если? Руф. Нет, если рух, то можно. Ну, так, все, что не успело вытянуть, то, конечно, горит все. Получается, правда. Поэтому и надо жить. Руф-то ладно, а дом-то сгорит. Ну, вроде нельзя. По строгим понятиям нельзя, но я думаю, что, я думаю, что это ты автоматом записываешь мои пипуах-негаши. Ну, да. И не думая о возрасте. Ну, не возрасте программы. Пусть они потом за голову разбираются. Вот, значит, не только толстые, а только тонкие. Амара Раван Кумлеев. Мими ген шебек, а вы зога ю, о пим, ботин, герцин или вики-тин. Вот в этом арабском я вам сказал, что во времена, да? Нет, со времен папы своего. Я помню, что никто никогда у меня там в доме не пек вот этих вот толстых, а пекли только толстых. То есть он просто подтверждает? Он подтверждает не все эти ссылки, а не какую-то традицию, как бы, в основном, что эти. Папа его, если это Гамлеель, Раван Гамлеель, да явно, судя по сути, что так она и есть обычно. Раван Гамлеель и языка, она обычно не имеет судьбы. Папа его это Раван Шимон бен Гамлеель, погибший в Великом Астане. Дальше. Амруло. Мана Ассель Лебейд Абиха Ши Айю Махмирим Аль Атсман Умекелим Деколе Сраэль. Бегет Утхим Пекин. От Тихи, да. Утхим. Утхим, дирекция. Угу. Вот, а ему сказали, а что Мана Ассель, что... Ну, что нам делать, как бы. А, что мы... Что нам делать с домского ватсарб, как-то... Или что, в смысле, что... Ну, что нам делать, потому что, нет, это не... Это странная ссылка, говорим. Потому что, потому что они... Папа твой и вообще известный Хасим. Они устражали для себя, а для других... А для других им разрешали. А для других им разрешали. А, поэтому это мне и аргумент. И Израиль, а всем Израилем они... Они разрешали ввести толстые булки. Харарим – это лепешка, которая печется на огнях. На огнях. Ну, в лябре. Да, ну, в лябре. А я что сказал? Да, в лябре. Так. Давайте сейчас здесь остановимся. Значит, смотрите. В дальнейшем не представляется в следующем свете. Значит, Дали у нас... А ты, кстати, говорила смешно? Да, вот я хочу сейчас вам рассказать. Значит, то есть с одной... Да, тебе можно дать ключ. Я могу тебе дать ключ. Да мне можно дать ключ. Но у нас следующий же урок все равно будет. Я же здесь. Да. Я же еще два урока здесь. Следующий урок, в любом случае, я вам должен за предыдущую неделю. Это просто урок. Дальше. Я, в принципе, весь июль в городе. Часть августа в городе. Если стая заинтересована продолжать учебу, то я лично учебу продолжать заинтересован. Вопрос в том, о материальной заинтересованности, так сказать, меня. Вот. Насколько я понимаю, амута будет комикулы. Платить мне... Сейчас я так вот даю половину еще того, что собираешь, амута дает еще половину. Платить мне никто не будет. Значит, я предлагаю сделать так, что это будет некоторая добровольная, некоторая добровольная, даже, так сказать, на моем поле. Рекомендуемый размер в районе 150 шек. Ну, только кому жалко, может, собственно. А, кому не жалко. Да. Записи вестись не будет. А, вот. Вот это я... Записи... Мы будем изучать совершенно другие вещи. Вот мы на следующем уроке, мы все еще занимаемся бельца. А потом я хочу принести там пару интересных историй, очень увлекательных. И мы будем заниматься ими до 1 сентября. 1 сентября мы заново начнем, и с Божьей помощью, разумеется, и с помощью Божьей амуты вместо встречи. Мы начнем, продолжим, собственно, трактат бельца, и я очень надеюсь, что в течение следующего года мы его более-менее закончим. У меня так, я весь июль здесь, начало августа я за границей, потом 2,25 августа у меня есть и последний четверг августа я опять за границей. Мы просто каждый раз будем смотреть и все, кто может прийти. То есть в следующий урок все приходим, правильно? Все у нас... А, вы не сможете. В принципе, урок будет, мы продолжаем бельца. А дальше давайте просто... Давайте, знаете, что я делаю? Я запишу вам свой телефон. Да, да, вот это слово. Я вот вечно запишу свой телефон, и я, в принципе, ожидаю, что более-менее все из вокруг, ну, про меня это, разумеется, телефон, который я знаю, мне, как этот момент, позвонят и скажут, кто это. И мне тогда будут дать телефон. Я тогда смогу сделать рассылку, как бы, с СМС. А, ну что? Да? Потому что Шурика нету смартфона. У меня нету смартфона. Это какая-то... Ну все, это уже анахронизм. Да, но я буду держаться пока от одного последнего. У меня настолько противные эти... Эти WhatsApp'ы, что я в первом образе... Я буду держаться. Я вообще, я вообще очень конструативный. У меня телефон очень поздно появился. Мобильный есть. У меня не стационарный, а мы-то не всегда... Спасибо, что есть, кстати, мобилейские. Значит... Да, но записи не будет. Записи вестись не будет. Анька, кто будет или не будет, как бы... Нет, то есть смотри, если я буду приходить... И это не имеет отношения... Зачем не имеет... Хочешь записывать? Ну, мне совершенно все равно, что ты ждешь. Это... 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 Это...